Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам мы продолжаем данный плейлист «Практическая грамматика английского языка с нуля, урок 41». Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту, последовательно. Значит, мы с вами разобрали уже 60 глаголов. У нас с вами ещё осталась последняя десятка. У нас не просто глаголы, неправильные глаголы с переводом, много-много практики, чтобы всё отработать. И далее готовьтесь к контрольным мероприятиям. Ещё раз повторяйте, потому что действительно, видите, у нас с вами будет задание на все вот эти 70 неправильных глаголов, значит, много практики. И, значит, соответственно, ваша задача здесь переводить, делать это быстро и без ошибок. Значит, вся теория у нас была в уроке, сейчас только у нас проверка ваших знаний. Итак, он порезал мясо. Ну, в смысле, какое-то конкретное мясо. Он порезал. Она порезалась. Она, she, порезалась. She cut herself. Он прилёг, как вы скажете. Книга лежала на столе. Книга. The book лежала. Lay на столе. On the table. The book lay on the table. Она, значит, выращивала цветы. Она, she, выращивала, grew, цветы, flowers. She grew, flowers. Он солгал ей. Он, he, солгал ей. He lied. Ей, мы с вами скажем, he lied to her. Значит, здесь у нас с вами только проверка знаний, всё мы с вами в уроке разбирали. He lied to her. Далее. Она солгала своему боссу. Она, she lied, своему боссу, she lied to her boss. She lied to her boss. Он выращивал овощи в своём собственном саду. Он выращивал. He grew. Овощи будет. Vegetables. В своём собственном саду. In his own garden. He grew vegetables in his own garden. He cut the meat. She cut herself. He laid down. The book lay on the table. She grew flowers. He lied to her. She lied to her boss. He grew vegetables in his own garden. Я вырос в России. Я вырос. I grew up в России in Russia. I grew up in Russia. Я забыл позвонить ей. Я забыл. I forgot позвонить ей. To call her. I forgot to call her. Она упала и сломала руку. Она упала. She fell down и сломал руку. And broke. Сломал руку. And broke her arm. She fell down and broke her arm. Далее. Значит, он приехал ко мне. В смысле, имеется в виду на машине. Он приехал ко мне. Ездить на машине – это глагол drive. Мы с вами скажем. He drove ко мне. He drove to me. He drove to me. Я забыл его имя. Я забыл. I forgot. Его имя. His name. I forgot his name. Далее. Это лежало около того места. Или рядом с тем местом. Это лежало. It lay. Рядом с тем местом. Near. That place. It lay near that place. Это лежало далеко от того места. Это лежало. It lay далеко. Far. От того места. Far from that place. It lay far from that place. Сумка лежала далеко оттуда. Сумка лежала. The bag. Lay далеко оттуда. Далеко – это far. Оттуда. Это будет far from there. The bag lay far from there. So, итак. I grew up in Russia. I forgot to call her. She fell down and broke her arm. He drove to me. I forgot his name. It lay near that place. It lay far from that place. The bag lay far from there. Я носил школьную форму. Я потратил два часа на это. Я потратил. I spent два часа two hours на это. On it. I spent two hours on it. Он вырос в Америке. Он. He grew up в Америке. In America. He grew up in America. Значит, она повредила свою руку. She. То есть, поранила. She hurt her arm. She hurt her arm. Цена упала резко. Цена. The price упала. Fell резко. Sharply. The price fell sharply. Он нарисовал такую забавную картинку. Он нарисовал. He drew. Такую забавную картинку. Such. Забавную. A funny. Картинку. Picture. He drew such a funny picture. Значит, она нарисовала картинку. Она нарисовала. She drew a picture. She drew a picture. The price fell suddenly. I wore school uniform. I spent two hours on it. He grew up in America. She hurt her arm. The price fell sharply. He drew such a funny picture. She drew a picture. She drew a picture. Next. Далее. Мой друг поехал домой. В смысле, поехал на машине. Мой друг. My friend. Поехал на машине. Это drove домой. Домой. My friend drove home. Она потратила свои последние деньги. Она. She потратила. Spent. Свои последние деньги. Her last. Деньги. Money. She spent. Her last. Money. Я забыл сделать это еще один раз. Я забыл. Я забыл будет. I forgot. Сделать это. To do it. Еще один раз. One more time. I forgot. To do it. One more time. Я потратил так много времени на это. Я потратил. I spent так много времени. So much time на это. On it. I spent so much time on it. Она потратила 200 долларов. Она. She. Потратила. Spent. 200 долларов. Two hundred dollars. She spent two hundred dollars. Далее. Она нарисовала такую красивую картинку. Она нарисовала. Или рисунок. Она нарисовала. She drew. Такую красивую. Such a beautiful. Such a beautiful picture. She drew such a beautiful picture. Я поехал на машине в школу. То есть я поехал в школу. В смысле на машине. I drove to school. I drove to school. Он потратил все свои деньги. Он. He spent. Все свои деньги. All his money. He spent all his money. So. Итак. My friend drove home. She spent. He lost money. I forgot to do it one more time. I spent so much time on it. She spent. Two hundred dollars. She drew such a beautiful picture. I drove to school. He spent all his money. Я забыл закрыть дверь. В смысле закрыть дверь на замок. Я забыл. I forgot. Закрыть дверь на замок. Это будет to lock the door. Мы с вами про это говорили. I forgot to lock the door. Ручка лежала на писанном столе. Ручка лежала. The pen лежала. Lay. На писанном столе. On the desk. The pen lay on the desk. Значит. Он повредил ногу. Поранил ногу. He hurt his leg. He hurt his leg. Значит. Мы. Поехали на машине до аэропорта. Мы поехали на машине до аэропорта. Значит. Ехать на машине. Это глагол drove. Ехать. Значит. До аэропорта. Drive to. Мы с вами знаем предлог. We drove to the airport. Это такая фраза. Drive to the airport. We drove to the airport. Значит. Она носила неформальную одежду. Она носила. She wore. Неформальную одежду. Значит. Неформальная. Это будет informal. Informal clothes. She wore. Informal clothes. Она нарисовала его лицо. Она. She drew. Его лицо. His face. She drew his face. Она носила повседневную одежду. Она. She. Носила. Wore. Повседневная одежда. Повседневная это будет casual. Одежда. Clothes. She wore casual clothes. Я водил машину вчера. Я водил. I. Водил машину. Drove a car. Вчера. Yesterday. I drove a car yesterday. I forgot to lock the door. The pen lay on the desk. He hurt his leg. We drove to the airport. She wore informal clothes. She drew his face. She wore casual clothes. I drove a car yesterday. Good. Далее. А вот дальше not good. Нехорошо. Значит, он порезал палец. Он. He. Порезал. Cut. Палец. He cut his finger. Мы про эти конструкции с вами говорили как раз. He cut his finger. Помните? He broke his arm. He held his arm. He cut his finger. Опять здесь нужно использовать местоимение. He cut his finger. Далее. Она потратила слишком много времени на это. Она. Потратила. She spent. Слишком много времени. Это будет too much time. На это. На это. On it. She spent too much time on it. Я забыл сделать это. Я забыл. I forgot. Сделать это. To do it. I forgot to do it. Значит, он упал. Упал на землю. He fell down. He fell down. Я носил очки. I wore... Очки будет glasses. I wore glasses. I wore glasses. Но, на самом деле, друзья мои, я хочу вам сказать, что раньше я не носил очки. И, на самом деле, мы вскоре будем более подробно как раз говорить про прошедшее время в отрицании. В принципе, в уроках мы уже с вами затрагивали, как сказать, отрицание с помощью didn't. То есть, I didn't и глагол I didn't wear glasses. I didn't wear glasses. То есть, я не носил очки. Ну, здесь такой пример. I wore. Наоборот, да? I wore glasses. Я носил очки. Далее. Next. Значит, он, соответственно, порезался. He cut. Порезался himself. He cut himself. Я забыл, как пользоваться этим. Я забыл. I forgot. Как пользоваться этим. How to use it. I forgot how to use it. Значит, он упал и сломал ногу. Он упал. He fell down. He fell down. И сломал. And broke. Много. And broke his leg. And broke his leg. Значит, вообще нужно получать свою память и разоброминать различные устойчивые фразы и выражения. И именно их использовать в речи. So, итак. He cut his finger. Далее. She spent too much time on it. I forgot to do it. He fell down. I wore glasses. He cut himself. I forgot how to use it. He fell down and broke his leg. Далее. Они всегда тратили больше денег. Они всегда... They всегда будет always. Тратили. Spent. Больше денег. More money. They always spend more money. Он порезал мясо на маленькие кусочки. Он. He. Порезал мясо. Cut the meat. На маленькие кусочки. На маленькие. Into small pieces. Мы сами все это в теории разбирали. И что-то забыли повторять, отрабатывать еще раз. He cut the meat into small pieces. Я потратил три часа на это. Я потратил... I spent... Три часа. Three hours. На это. On it. I spent three hours on it. Я забыл название этой улицы. Я забыл... I forgot. Название. Конкретное название. Название чего-то. Поэтому... The name... Кого чего? Of... Этой улицы. Of this street. I forgot. The name of this street. Она носила формальную одежду. Она... She... Носила... War... Формальная одежда. Formal clothes. She wore... Formal clothes. Значит, я поехал на работу. В смысле на машине. Я поехал на машине на работу. I drove to work. I drove to work. Он вырос в Канаде. Он вырос. He grew up... В Канаде. In Canada. He grew up in Canada. Он задел... Ее чувства. Он... He... Задел... He hurt... Ее чувства... Her feelings. He hurt her feelings. Okay? They always spent more money. He cut the meat into small pieces. I spent three hours on it. I forgot the name of this street. She wore formal clothes. I drove to work. He grew up in Canada. He hurt her feelings. Next. Она порезала рыбу. She caught... Порезала рыбу. She caught the fish. She caught the fish. Это задело ее чувства. Это... It hurt... Ее чувства. It hurt her feelings. It hurt her feelings. Он потратил больше, чем хотел. Он потратил... He spent больше... More... Чем хотел... Than... Именно так. Than he wanted. He spent more than he wanted. И последний пример. Как говорится, последний пример. Как вы скажете, последний пример на английском языке. Это будет, соответственно, the last. The last example. Последний пример. And the last example. И последний пример. And the last example. Я потратил много энергии. Я потратил... I spent... Значит, много энергии. Вот в утвердительных предложениях у нас много. Это или же a lot of... A lot of... Можно сказать energy. Много энергии. Или же также еще часто мы слышим неформальный вариант. Более неформальный вариант. Это lots of energy. Соответственно, я потратил много энергии. Значит, соответственно, потратил на что? На этот проект, друзья мои. На этот проект. On this. Как будет проект? Ничего сложного. On this project. I spent lots of energy on this project. Так. Я думаю, вы также можете сказать... I spent lots of energy on these lessons. Окей. Итак. She cut the fish. It hurt her feelings. He spent more than he wanted. And the last example. I spent lots of energy on this project. Окей? Good? Друзья мои, мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. Как вы понимаете, мы с вами разобрали уже 60 неправильных глаголов. У нас будет теория и обильная практика. Еще последний десяток. И у нас с вами будет общий, соответственно, повтор. Обязательно все повторяйте. Проверяйтесь. Готовьтесь к контрольным мероприятиям, чтобы показать максимальный результат. И все еще раз отработать, друзья мои. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Thank you very much. Субтитры сделал DimaTorzok